Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ксения Шереметьева. Сегодня депутаты Государственной Думы рассмотрели в первом чтении проект пенсионной реформы. Главная инновация законопроекта – постепенное повышение возраста выхода на пенсию. До 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Партия ЛДПР не поддержала данный законопроект, назвав пенсионную реформу чудовищной и бесчеловечной. У нас встреча с нашими послами – Латинская Америка, Африка, Азия и так далее. Поэтому мы вынуждены были следовать этому сценарию. Но сегодня самое главное – это закон о пенсионной реформе. И в основе повышения пенсионного возраста наши граждане категорически против. А мы представляем здесь наших граждан, наших избирателей. Мы не чиновники. Любой министр может занять любую позицию. Мы этого сделать не можем. Пенсионный возраст – это тем, кому сегодня 50-55. Им говорят, ребята, еще 10 лет будете почти работать. Где 8, где 5. То есть это очень тяжело воспринимается. Это воспринимается хуже, чем монетизация льгот. В свое время проводили. И там хотя бы вместо справок давали деньги. А здесь говорят – сиди еще, работай еще. Это же чудовищно. Это тяжело. Это гильотина для них. Они замедленные. Они должны будут умереть на рабочем посту. Но это же нельзя. Человек ждет, чтобы хоть несколько лет просто быть свободным. От всего отдохнуть. От всего забыться. Ему говорят – давай еще, еще, еще. Поэтому мы будем голосовать все против. При этом мы вовсе не поддерживаем тех, кто вышел на улицы сейчас. Стоят перед зданием Госдумы. Левые радикалы. Они сто лет стоят. Сто лет они выдвигают лозунги, которые нереальные. Поэтому мы, вся фракция, будем голосовать против. Но при этом мы понимаем, что в этом столетии, конечно, во всем мире возраст будет повышаться. Но мы должны защитить наших граждан. Нас 150 миллионов, из них миллионов 20 пострадают. 40 уже пенсионеров, еще 20 на подходе. Поэтому мы их защитим. И не потому, что они будут голосовать в 21-м году, в 24-м, в 26-м. А потому, что это наши родители, наши бабушки и дедушки. Они не хотят работать. Они устали от этого. Мы и так работаем по 30-40 лет. У меня трудовой стаж 50 лет. Я, конечно, с удовольствием и дальше буду работать. Но это единицы. А основная масса устали. Тяжелые условия. Вода грязная. Жилья нет. Жилье-то в бараках живут еще некоторые. В ветхом жилье живут, так сказать. В хрущевках живут. В одной комнате 5 человек. Три поколения. Питание плохое. Это вот кругом всякие пожары, наводнения. Весь Забайкальский край в воде. Ну какая еще... Еще они будут там работать и работать, как рабы. Это хуже, чем рабство, чем крепостное право. Поэтому ни одного голоса. Поддержку этого закона. Он не нужен. Деньги есть. Деньги есть. Верните деньги из-за рубежа. 5 бюджетов. Вытащите целый бюджет из коррупции. 6 бюджетов. Из теневой экономики вытащите. 7 бюджетов. Давайте деньги... В этой казначейской облигации Америки. Мы стали отзывать деньги. Так что вы вложили туда? Покажите доход. Есть доходы от того, что мы вложили миллиарды и миллиарды в казначейские бумаги США? Нету. Вот эти догонки... Эти деньги нужно было вложить в нашу экономику. И сейчас было бы куда больше бюджет. Не 16 триллионов, а 30 триллионов, 40 триллионов. И на пенсию всего нужно 7 триллионов. Мы бы спокойненько из 50 триллионов бюджета могли бы каждый год пенсионерам отдать 7 триллионов. Но это же понятно, что сегодняшний бюджет 16 триллионов это не позволит сделать. В этом смысле, так сказать, правительство идёт на эти шаги. Но кто вам мешает деньги собрать? Что вы опять НДС увеличиваете на 2 процента? Надо убирать налог. Налог с продаж. Налог с оборота. Нет, налог с развития. Душат развитие, так сказать. Деньги замораживают. 24 триллиона у граждан в банках. Чего вы не запустите их в оборот? Граждане готовы вложить. Покажите, куда вложить. Когда аресты каждый день, наручники каждый день, каждый день разоблачают. Вот начальник столичного следственного комитета. Кто же, поверь, если сам главный следователь Москвы в тюрьме, кто же будет просить защиты от правоклиникных органов? Надо навести порядок в этой сфере. Мы предлагали наших министров. Ни одного не взяли. Агентство предлагали. Службы предлагали. Никого не берут. Они ведут себя, как КПСС. И так же закончат. Но мы не злорадствуем. Мы спокойненько займем их место. У нас готово наше теневое правительство. Все. Правительственные законопроекты об изменении в пенсионной системе приняли в первом чтении. За проголосовали 328 депутатов. Против выступили 104. В текущей версии законопроекты повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно. В течение переходного периода с 2019 года по 34-й. Данная мера затронет мужчин 59-го года рождения и женщин 64-го. С докладом на пленарном заседании выступил председатель Госдумы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Да, действительно, во многих странах увеличили пенсионный возраст. Но увеличили как? Очень плавно, постепенно. От двух до шести месяцев увеличение происходило ежегодно. И предлагались некие смягчающие механизмы. На фоне того, что происходило в других странах, такие предложения выглядят достаточно жесткими. И отсутствуют такие смягчающие механизмы, которые позволяли бы досрочно выходить на пенсию. Кроме одного, которое вызывает удивление, звучит так. Досрочно на два года можно выйти на пенсию мужчинам и женщинам, если стаж общий 45 лет и 40 лет. Но этот стаж включает только страховые периоды. То есть служба в армии не включается, отпуск по уходу за ребенком не включается, больничный не включается. Таким образом, в переходный период необходимо начать работать с 16 лет и без перерыва работать всю жизнь, не рожая детей, не служа в армии и не болея. Тогда можно воспользоваться. Будет эта норма работать? Конечно, она работать не будет. Кроме этого, отсутствует в приложенных документах какой-либо анализ, а что у нас произойдет с рынком труда. Сегодня официально около 1 миллиона безработных числится, неофициально около 10 миллионов. Представляется вероятным изменение ситуации в худшую сторону. Никаких расчетов, никакого анализа не приведено. Значит, то же самое коснется и занятости молодежи. Не предложены никакие меры по адаптации рынка труда к пожилым работникам и к начинающим специалистам. Обращаю внимание, в 2017 году получателей страховых пенсий появилось около 1 миллиона человек. Это официальный ответ из пенсионного фонда. 50% из них до выхода на пенсию не работали. Значит, очевидно, ухудшение ситуации без принятия дополнительных мер. Не предлагается никаких сохранных механизмов для того, чтобы получать граждане, которые выработали так называемый северный стаж, но ждали только достижения биологического возраста, чтобы они могли свои пенсионные права реализовать. То есть, все те, кто выработал на 1 января 2019 года северный стаж, но не достиг возраста, у них тоже, соответственно, возраст увеличивается. На это мы обратили внимание. Кроме этого, предложенные нормы порождают правовую коллизию. Дети, значит, родители погибших военнослужащих. У нас в разных законах возраст нетрудоспособности используется. Получается так, если погиб ребенок-срочник, один возраст нетрудоспособности, если погиб кадровый офицер, другой возраст, но, очевидно, правовой пробел. А кто же выиграет от таких изменений? Негосударственные пенсионные фонды. Накопительная пенсия выплачивается одновременно со страховой пенсией. Соответственно, у них есть теперь дополнительная возможность еще больше крутить и использовать деньги будущих пенсионеров и зарабатывать. Владимир Жириновский после голосования против пенсионной реформы вышел к митингующим на улице людям. Волна протестов пошла по всем городам России. Мы с вами готовы. И вас понимаем, вам тяжело. Давай быстрее. Делай следующее. Да, вот об этом сегодня говорили. Об этом говорили, что вас обманули с вашими надбавками, коэффициенты северные. Они власть обманывают, но они ее защищают. Они говорят, что коммунисты хорошие. Коммунисты ваши враги. Их нам в Запад посунули. Да при чем здесь коммунисты? Да они все испортили. Взять не можете понять. Что, Зюгановки коммунисты? Володин коммунист, Путин? Они же сидят. А Единая Россия? Все коммунисты. А Единая Россия? Все коммунисты. Неверов, Шахтер, коммунисты. Давайте говорим про Единую Россию. Потому что все коммунисты сидят. И олигархи. Сейчас они все богатые коммунисты вместе сидят в этом парламенте. А почему они до сих пор высчитывают с нас работу и считают деньги? За ваш счет все делается. За счет детей, инвалидов и пенсионеров. Да, повышают. Чтобы быстрее собрать налоги. А развития нет. Власть всегда временная. Власть временная. Но я вам говорю, вас обманули. Но мы хотим. Мы хотим. Но у нас меньшинство. Вы же на всех выборах голосуете или за Путина, или за коммунистов. Путин или коммунисты. Единая Россия мне. А теперь к нам вопросы. Сюда вышел Зюганов? Вышел сюда Невера? Путин к вам пришел? Нет. Собянин? Это не к москвичам. А что? Москвичи не голосуют ни за коммунистов, ни за Путина. Коммунисты живут в сто раз лучше, чем вся страна. Вы людей, вот у нее, прости, она в БАМе работала. Я бомжиха. У нее ничего нету. Ни квартиры, ничего нету. Вот мы о них заводимся. Депутат Василий Власов предложил продавать воду в России по фиксированной цене. Своё предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. По мнению парламентария, воду во всех торговых точках нужно продавать по 15 рублей за пол-литровую бутылку. Василий Власов отметил, что подобная практика уже реализуется в других странах, в частности в Турции. Будет проведено совместное заседание молодежного парламента России и Турции. И, конечно же, обсудили достаточно важный вопрос. Вопрос, который сейчас уже обсуждается во многих СМИ. Это наша инициатива о доступной питьевой воде. Абсолютно правильно было моими коллегами подмечена та проблема, которая сегодня перед нами стоит. Тот рейтинг, который опубликовала Роспотребнадзор о том, что действительно большинство регионов Российской Федерации не до конца обеспечены питьевой водой. Но давайте подумаем немножко о другом. Мы предложили законопроект, абсолютно аналогичный законопроекту и закону, который действует сегодня в Турции. Сегодня в Турции каждый может приобрести на улице в любой абсолютно торговой точке бутылку питьевой воды за 15 рублей, за одну лиру в плане пересчета. Давайте выйдем на улицу и посмотрим на цены, которые диктуют нам торговые точки в местах крупного скопления людей. На вокзалах, на площадях, на Красной площади. 150, а может быть и выше. Но мы ведь хотим с вами не на Кока-Колу или на Байкал снизить цену. Мы хотим снизить цену на питьевую воду, чтобы она была закреплена, чтобы любой гражданин Российской Федерации, если он нуждается, если он идет по улице и на улице огромная температура 40 градусов, или он устал, ехав в электричке без кондиционера, он мог приобрести сегодня бутылку питьевой воды 0,5, самый удобный объем для того, чтобы взять с собой, за 15 рублей. Еще раз подчеркиваю, абсолютно любой врач, абсолютно любой эксперт в медицинской сфере скажет, что это необходимо. Мы ведь с вами можем взять воду 0,5, когда находимся на пленарном заседании. Давайте поддержим эту инициативу и сделаем так, чтобы и наши граждане могли по доступной цене абсолютно в любой торговой точке приобрести бутылочку воды объемом 0,5. Стоит напомнить, что ученые говорят, что в ближайшие 20 лет количество питьевой и пресной воды на планете Земля сократится вдвое. А я хочу вам напомнить, что, между прочим, Российская Федерация, по многим подсчетам ученых, занимает первое или второе место по запасам питьевой и пресной воды. Вы понимаете, что вот это, это золото 21 века. Если раньше велись войны за нефть или за газ, за территорию, то теперь войны будут вестись за то, чтобы обладать питьевой водой. Все это вам абсолютно любой эксперт или ученый скажет, что в ближайшее время питьевая вода вырастет в цене во много-много раз. Мы продолжаем. Президент Российской Федерации установил почетные звания заслуженный журналист и заслуженный работник связи и информации. Данный документ уже опубликован на официальном портале. Звание присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала работы и при наличии наград федеральных и региональных органов власти. Звание заслуженного журналиста присваивается за личные заслуги в российской журналистике, создание авторского стиля, формирование у граждан социальной ответственности и гражданской позиции. А сейчас короткая реклама. Не переключайтесь. Это программа «Молния» в прямом эфире. Мы продолжаем. Владимир Жириновский выступил с докладом на пленарном заседании в Государственной Думе с острой для народа темой повышения пенсионного возраста. Мы все совершаем главную ошибку, делая упор на экономику и на социальные вопросы. А надо делать упор на порядок. Вот сейчас в зале у нас есть порядок. Почему вот эти плакаты висят? Регламент Думы позволяет вывешивать плакаты? Нет. Регламент Думы позволяет входить в здание Думы со значками другого парламента? Нет. Поэтому в этом проблема. И когда мы с этой трибуны говорим, что революция началась с бунта женщин Петрограда, это глубочайшее заблуждение. Полные пекарни были, огромное количество хлеба. Недостатка в хлебе не было. Был самый сытый город из сей воюющей Европы. Сколько же можно лгать? И все сделали депутаты Царской Государственной Думы. Они приехали к царю и генералы. Они совершили революцию. Так что же правильного, так сказать? Такие же генералы совершили ГКЧП. Вот это бардак в стране сто лет, так сказать. А началось с убийства. Убрали царя, а потом убили. Вот с этого все началось. Вот об этом помните. Убрали меньшевики, а убили большевики. Это все одна группа революционеров. Поэтому ЛДПР всегда была против любой революции. Ибо все последствия всех пяти русских революций отрицательны. Ни одного положительного. Мы будем против голосовать. Закона. Почему? Потому что мы проявляем солидарность с гражданами, которых обманула власть. От большевиков до Горбачева, Ельцина и сегодня. Вы им обещали коммунизм? Мы все росли, что мы живем в самом передовом, в самом богатом культурном обществе. Миллионы людей обманули. Вот у людей злость к власти. С коммунизмом обманули. Реформы. Все, Ельцин, Горбачев, реформы. Завтра все, рынок, все будет хорошо. Опять же обманули. И очень жестоко обманули. И сейчас. Я согласен с критикой. То, что вы говорите. Но вы же причины-то вскрываете не те. Вы опять обманываете. Вот здесь, в этом зале, манипуляции. Одну цифру считают за год жизни человека. А другую за 8 лет увеличения пенсионного возраста. Вы нас за детей, за идиотов не держите. Или вы за 8 лет считаете все плюс-минус. Или за один год. Чтобы оправдать непринятие закона, они берут цифру за год. А чтобы критиковать за 8 лет. Вот потери за 8 лет, говорит, полтора миллиона у женщины. А плюс только за год считают. Тогда и плюс умножайте на 8 лет. Поэтому так нельзя. Нам не нужно считать, сколько у нас наркоманов и проституток. Мы не ходим по наркопритонам, по публичным домам. А если некоторые жители Петербурга только не вылезают из них, из публичных домов. Вы знаете сколько. Мы не знаем в Москве. ЛДПР не ходит по публичным домам. И наркоманов не знают. Я ни одного наркомана не видел за свою жизнь. Ни разу ни одного наркомана не видел. Что вы позорите собственную страну? Нет у нас наркоманов. И проституток нету. И алкоголиков нету. Что вы говорите? То, что говорят против нас с Запада. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, где эти алкоголики, наркоманы и проститутки. Нормальный, прекрасный, хороший народ. И весь мир его увидел. Нет, сидят радикалы в зале. Собственная жизнь не сложилась, давай мстить в собственной стране. Поэтому в этом проблема. Референдум вы предлагаете. А референдум был о сохранении СССР. На Украине. За пролосовали. А в декабре против. Чего вы ссылаетесь на народ? Вы его оболваниваете? За, за. Против, против. И все будет сладко, народ. Народ решил. Сейчас Порошенко тоже опирается на то, что народ не хочет с русскими жить. Народ не хочет русский язык. Не надо лгать и обманывать. Поэтому обозленность есть. И система пенсии у нас, как и в целом общественно-хозяйственной жизни, неправильная. Мы все время все отдаем в руки государства. И потом государство действительно терпит убытки. Все царь, и царь плохой, и царь ушел. И империи нету. Генеральный секретарь плохой, КПСС плохая, и вся страна ушла вместе с ними. Вот это опасность. В этом не в принятии одного закона, а в системе возложения ответственности все наверх. Вот там царь, вот генеральный секретарь. И сейчас как бы все правительство. Как бы тоже виноват. Конечно, виноваты они. Но мы же вызываем ненависть у населения, к царю, к КПСС, к правительству. И население не хочет страны и такой. В этом ваша опасность левых фракций. Когда вы жестко критикуете, трясете собственную страну. А потом все посыпется. И не надо злорадствовать. Если что-то когда-то начнется, и ваши головы полетят. Раз вы были в этом парламенте, и так или иначе участвовали в принятии законов. Но я думаю, третий раз не получится. Третий раз накануне утром воронки объедут. Все адреса считающих публичные дома. И так сказать, призывающих к революции. Вы будете утром в 4 утра арестованы. Вы на это не надеетесь. Больше никакой революции никогда не будет в России. Но в чем ошибка? Вы нам говорите. У нас солидарная ответственность. Нынешнее поколение должно сдержать пенсионеров старшего поколения. А давайте дадим свободу. В 2002 году мы начали реформу. Назвали ее, по-моему, Национальный совет по проведению реформы. Руководителем была Матвиенко. Я рядовой член. Я все время у вас рядовой. Начальники у вас другие. И бардак в стране. Я с ними у вас не набираю нужного количества голосов, чтобы стать начальником. У вас другие начальники. Другие у вас министры. И толку нету никакого. Сто лет. Потому что не тех выбираете. Не за тех голосуете. Америка Трампа избрала. Вот, пожалуйста. Что, американцы дураки, что ли? Взяли и избрали Трампа. А у нас нет. Все идет по одной колее. Царь не понравился, убили. А потом все, преемники у вас, преемники. Сталин, Ленин, Хрущев, Брежнев, Горбачев. И так далее. Друг другу власть передаете. Поэтому толку никакого нет. Поэтому, что я предлагаю. И я, как член национального совета по проведению реформы, сказал. Давайте я изучал пенсионную реформу. Францию, Бельгию. То есть, я говорил, как специалист. Там сам пенсионер решает. Он в любую кассу профессиональные. Шахтеры, учителя, врачи и так далее. Он, начиная работать, говорит бухгалтеру. Вот такую-то сумму переводи в мою пенсионную кассу. Все. И при наступлении пенсионного возраста, касса ему до конца жизни платит пенсию. Ему мало. Он одинокий. Он в две кассы. Три, пять пенсий. У меня был клиент. Пять пенсий получал. Он не был женат. Нет детей. Он сам обеспечил свою старость. И он не кричал там, правительство плохое. Да мы не должны заниматься этим вопросом. Если мы поменяем систему, когда сам гражданин пускай работает. У нас миллионы самозанятых, но ничего не платят. Ни налоги, ни в пенсионный фонд. Так давайте это легализуем, чтобы они платили. И давайте пойдем по этому пути. Пусть граждане сами себе формируют зарплату, пенсию, пособие и все остальное. Жилье и транспорт. Я вот три слова дал бы к нашей идеологии. Сегодня я уже называл это. Самокат. Русское слово. Не надо будет транспорт, автобус. Все по-английски. По-русски самокат. Крути педали там. Давай ехать. Сам себя прокати. Второе мне нравится слово. Самогон. Но не алкоголь, а самогон. Сам делает. Мне нужны ваши заводы. Мне нужны ваши налоги. Я сам сделаю тот напиток, который мне нравится. В любом случае, даже руки помыть. Это больше польза, чем те дезинфицирующие вещества. Наконец, самодержавие. Мы же выработали своей кровью истории. Но самодержавие было сверху. Давайте вниз спустим. Самодержавие личности. То человек сам все решает. По жилью, по проблемам, по семье. Мы все считаем, сколько детей, когда вышла на пенсию, когда родила. Это они все сами решат. В Европе слабая рождаемость. Они сказали, пускай Африка работает на них. А мы все хотим, чтобы мы работали. Давайте мы уходим на пенсию в 50 лет. Давайте рабочий день 5 часов нам это обещал. И Маркс, и Энгельс, и все наши русские коммунисты. Давайте сделаем среда второй выходной в неделю. Давайте два отпуска ведем. Мы же только обещали красивую жизнь. А сегодня, наоборот, увеличиваем. Конечно, в середине века будет 70 лет. Пенсионный возраст. В конце слово пенсия все забудут. В 2099 году никакой пенсии не будет. Сам человек все решит. Партии не будет. Избиркомов не будет. Референдум будет постоянный. Дома все будут голосовать. Что делать, как делать. Но пока все делает сверху государство. Вот это вот беда. Нам и говорит правительство. Нет денег платить. Предлагают тут один депутат отправить партии. Власти, говорит, у теневиков возьмите. А что, русский язык плохо понимаете? На то и теневая экономика, что у них рубля не получите. Копейки. Предлагаете правительству, идите к теневикам, а они дадут деньги. Это же вообще дикость. Какая наивность нужна. Теневой сектор в любой стране мира есть. В любой стране мира граждане хотят сами работать, сами зарабатывать. Поэтому, конечно, там много денег. Там бюджет страны. Коррупционные схемы. Бюджет страны. Четыре за границей. У нас пять бюджетов. Вот от те самые деньги мы бы спокойно платили пенсию. Если был бы бюджет 40, 50, 60 триллионов. Но это невозможно сейчас сделать. Потому что начали вы с убийства царя. Вы убили главного, главу государства. И за это никто не ответил. Потом вы убивали министров, губернаторов. Всех убивали, так сказать. Свергали всех. Сто лет революция продолжается. Она не кончилась и сегодня. У вас Карабах дымит. Донбасс дымит, так сказать. И Белоруссия непонятно куда качается. И Средняя Азия. Вы это все сами виноваты. Разрушили все. Разторможили. Везде же сохранили монархию. Везде, где монархия сохранена, живут лучше, где там, где республики. Чего же вы пошли против монархии? Но монархия не управляет. Царствует для народа. Для красоты, для гармонии. А управляет правительство. А выбирают партии. И не одна. Чего вы нам устроили? Вместо самодержавия одну партию нам навязали. Какая разница? КПСС называется или Един Россия? Они с вас взяли пример. Вы навязали эту самую гадкую в мире политическую систему. Когда все решает одна партия. И не она, а ее руководитель. А у нас ее руководитель ничего не решает. Все решает один человек в Кремле. Только это вы сделали. Зачем царя убили? Чтобы все сохранить плохое, что было в нашей политической системе. Взяли, взяли все плохое у капитализма. Навязали нашему народу два плохих варианта. Самый плохой режим социалистический и нынешний. И все плохое от экономики взяли. Вы виноваты. Большевики и все остальные политические силы, кроме ЛДПР. Закон не поддержим. Спасибо. 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 Спасибо.